Как жалко, что когда-то прекрасная передача крутится, диски перестала существовать. Как здорово, что у каждого из нас есть теперь альтернатива программы, которая называется Grand Music. Я, Юрец, каждую неделю вам предлагаю три новых видеоклипа, практически трех новых музыкантов вам предлагаю, которых мы искали по всему, прямо скажем, даже миру. Как говорится, welcome и enjoy. Я, Юрец, поехали! Первым номером нашей музыкальной развлекательной программы проект, который называется The Abstracts. Абстракция. Не только в музыке, но и в видеоклипе. Вообще непонятно, о чем он, но выглядит очень интригующе. Надо разобраться. Надо посмотреть. Смотрите. Видосик буквально-таки мелом таким электронным нарисован на черном фоне. Мы тут с коллегами посвящались и решили, что этот видеоклип немного напоминает видео и кинофильмы из 80-х, где привидения, если вдруг кто-то в этом клипе или фильме умирал, ходили именно в таком же вот синим облачном образе. Собственно, что-то мистическое есть в этом видеоклипе, но ребята чувствуются, они достаточно бюджетно подошли к этому вопросу. Да их, в принципе, еще никто не знает. Ни Британия, ни мир, никто. Все, поэтому скинулись, наняли какого-то мальчика, мальчик им все нарисовал, получилось, ну, если честно, добротно. Очень у этой банды интересное звучание. Оно, знаете, такое девственное в чем-то. Сюда еще не приложили руку какие-то известные продюсеры, саунд-дизайнеры, саунд-режиссеры. Они сделали фактически все самостоятельно. Ну и, конечно, не забывайте, что это британская музыка, и она по-своему звучит. Здесь нет вот этого коммерческого. Ну так вот, несколько бюджетно, как я уже говорил, ребята, подошли к этому вопросу. Мы тоже так можем. Я там настройки подкрутил. Так, внимание. Оп! На, вот я тоже, пожалуйста. Участник видеоклипа группы The Abstracts. Надо им позвонить, чтобы обязательно меня тоже вмонтировали. Эта работа очень сильно напоминает видеоклип, который генерирует обычно либо Windows Media Player, либо Winamp, когда, видите, все расплывается. И такой вот видеоклип может быть на любую песню, которую вы запустите в проигрывателе. Ну что же, мы с вами получаем расплескалась синева, расплескалась только на британский манер. Пойдем дальше. Поехали. Немного породистого ретро. Прямо сейчас смотришь видеоклип, создается впечатление, что он снимался в 1974, а может быть в 1976 году. Этот проект называется The Big Moon. Это большая луна. А трек у них называется Cupid, что в переводе на русский язык Амур. То есть что-то про любовь, что ли? Про девочек? Ну точняк, про девочек. He said, I'm gonna shoot the perfect bullseye. Big Moon. Четыре девчоночки играют на музыкальных инструментах. Мне вообще казалось, что последние девки, которые играли на музыкальных инструментах, это была группа The Bangles. Но да ладно. Есть теперь проект, который называется The Big Moon. Девчоночки интересные, поют, правда, немного мунатойно. И чтобы добавить динамики, радости, прраздника, вот этому видеоклипу, ребята решили, которые за кадром, забросать девчонок красками всякими разнообразными конфетти. Как будто бы получился такой индийский праздник Холли. Краски всем! Девочки, которые играют рок-музыку, это очень и очень круто. Вообще, женщина с музыкальным инструментом, особенно с бас-гитарой, это просто супер. Поэтому женщина и рок-музыка – понятие совместимое. Пока ты все еще играешь своим девочкам песню про белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, нормальные британские и американские парни сочиняют свои собственные песни, идут в ночные клубы. Вот, пожалуйста, такой пример. Человек, которого зовут Фрик. Вот не надо бояться быть Фриком. Посмотри, как у него получилось. Посмотри! И хватит играть по псню. Эх, изгиб, гитара желтый, чего-то там-то нежно. В общем, каждый свою пятницу вечер проводит правильно по-разному. Кто-то смотрит телевизор, кто-то зовет друзей домой, чтобы поиграть в настольные игры, а эти ребята в ночной клуб и давай там колбасица. Немного слэма, много страсти, экспрессии. В общем, чего-то такого подросткового и безбашенного. С таким ракешником есть только одна маленькая проблема. Срок ее службы, время, пока она популярна, очень недолог. Поэтому, ну, пока ему 15, 20, 21 год поиграет, конечно, такой трешак, а уже ближе к 27-28 годам придется уже учиться играть серьезно на музыкальных инструментах и делать что-то более концептуальное. В общем, время такую музыку, конечно, не щадит. Но будем надеяться, что парень подрастет и будет играть что-то более высокоинтеллектуальное, нежели банальное... Могу копать, могу не копать. Могу играть, могу не играть. Могу рассказывать о музыке, могу не рассказывать о музыке. Лучше я буду рассказывать. И сделаю это обязательно через неделю. Ну, а пока очень интересно, какой из выше обозначенных трех видеоклипов вам, тебе лично, понравился. Девочки, привидение или, может быть, фрик? Пожалуйста, отпишись в комментах, расшарь это видео, как там еще, лайк обязательно поставь. Ну и просто порадуй маму новым треком в своем плейлисте. В общем, это Гранд Мьюзик, я Юрец. Мы с вами обязательно увидимся. Пока-пока-пока. Чмоки-чмоки. Крутейшие акустические цифровые рояли Кавай, современные компактные рекордеры Зум, популярные струны Эрни Болл и много еще чего. И все это в Гранд Мистерии. О, да. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...